В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Власти Ненинского округа ускорят процесс переселения тружеников тыла из аварийного и ветхого жилья. Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский поставил соответствующую задачу профильным региональным ведомствам. В Ненинском округе установят льготный тариф для населения по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Также будет предусмотрено предоставление субсидий за счет средств окружного бюджета для компенсации выпадающих доходов региональных операторов. Главный символ Нового года – елка на площади Марацей – зажжет свои огни уже в эти выходные. Кроме того, жители и гости окружной столицы смогут посетить мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и приобрести товары местных умельцев. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Новые возможности для выпускников школ Заполярья. Накануне в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве с МГИМО. Церемония подписания состоялась в главном здании одного из ведущих вузов России. Подписи под документом поставили губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и ректор МГИМО академик Анатолий Таркунов. В следующем материале все подробности. Рабочий визит главы Заполярья в МГИМО начался с переговоров с ректором учебного заведения. Стороны обсудили формат сотрудничества в рамках соглашения. Как отмечается в документе, основными направлениями совместной работы станут формирование кадрового потенциала региона путем организации целевой подготовки в вузе, квалифицированных специалистов и содействие роста научно-исследовательского потенциала Ненецкого округа, а также создание системы, выявление, развитие и адресной поддержки одаренных детей, взаимодействие в области временного трудоустройства студентов и молодежи по организации работы выездных молодежно-студенческих отрядов различных направлений деятельности. Первое, это дать возможность нашим ребятам, которые достаточно мотивированы, которые хотят учиться, которые к этому готовы приехать в Москву и поступить в Московский государственный институт международных отношений, для того, чтобы получить на самом деле одно из лучших, если не лучшее в России образование. Мы очень заинтересованы, если брать второе направление взаимодействия, в том, чтобы эти ребята, которые закончили этот институт, возвращались в округ с теми компетенциями, с теми знаниями, передовыми, которые они здесь получат, и действительно применяли их и прилагали их на территории нашего региона, для того, чтобы жизнь там делать лучше. В нашем регионе планируется реализация нескольких крупных инвестиционных проектов, в том числе связанных с привлечением иностранного капитала, и в этом смысле вопросы, связанные с энергетической дипломатией, вопросы, связанные с работой с иностранными инвесторами, у нас будут становиться все более и более востребованы. Ну а сразу после подписания соглашения Александр Цибульский в неформальной обстановке пообщался со студентами одного из самых престижных вузов страны. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Говорили о специфике экономики, промышленности и социальной сферы Нинецкого округа и арктической зоны России. Большая часть вопросов касалась экологии и природопользования, внедрения инновационных технологий в различные сферы жизнедеятельности, а также особенностей работы за полярным кругом. Один из студентов поинтересовался, какими качествами должен обладать молодой специалист, решивший переехать работать на Крайний Север. Точно надо иметь стременность и уверенность в том, что ты делаешь. Вообще молодежи надо ехать на Север для того, чтобы просто понимать, что это важная территория. Следует отметить, что МГИМО на сегодняшний день считается одним из ведущих вузов страны международно-политического, юридического и экономического профилей. Он был основан в октябре 1944 года и сегодня осуществляет подготовку специалистов по 18 направлениям. Соглашение между администрацией Нинецкого округа и Московским государственным институтом международных отношений подписано сроком на 5 лет. Документ открывает новые возможности для выпускников школ Нинецкого округа при выборе будущей профессии. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Москва. Власти Нинецкого округа ускорят процесс переселения тружеников тыла из аварийного и ветхого жилья. Соответствующую задачу профильным региональным ведомствам поставил глава региона Александр Цибульский. Сегодня в регионе все участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших участников обеспечены благоустроенным жильем. Переселить в комфортные условия предстоит и всех тружеников тыла, которые проживают в аварийном и ветхом жилье, включенном в окружные реестры. Поручение главы региона должно быть исполнено празднованию юбилея Победы. Проведите анализ, в каких условиях живешь, чтобы мы с вами могли в начале этого года эти жилищные условия улучшить. Спасибо. Это очень важный протокол. По информации пресс-службы окружной администрации, в настоящее время идет работа по актуализации списка граждан, относящихся к категории труженик тыла и проживающих в домах, включенных в последующий этап окружных реестров, по переселению из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, с целью их переселения в комфортное жилье во внеочередном порядке. В целом, сегодня в регионе проживает более 140 человек, относящихся к категории труженик тыла. Еще одно поручение губернатора в адрес профильного ведомства касается переселения из аварийного и ветхого жилья жителей Ненецкого округа, относящихся к категории дети войны. Работа по определению числа таких граждан, количество и параметров необходимого жилья уже начато. За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Это почти на 10,5% ниже уровня прошлого года. Статистика была озвучена во время заседания итоговой окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая состоялась в администрации округа под председательством заместителя губернатора Юрия Бездудного. По словам начальника окружной госавтоинспекции Леонида Николаева, самым массовым видом ДТП является столкновение, а также наезд на пешехода или на препятствие. Основными причинами по итогам 11 месяцев допущенного водителя у нас является нарушение правила расположения транспортных средств на проезжей части. Нарушение правила расположения транспортных средств на проезжей части, повторюсь. По указанной причине у нас зарегистрировано 7 происшествий, в которых 9 человек пострадало. Это 29% от общего массива. Несублюдение очередности проезда перекрестков 6 ДТП, 9 пострадало. Нарушение правил проезда пешеходных переходов 4 происшествия и ранено 4 человека. ДТП с погибшим совершено у нас по причине несублюдения условий, разрешающих движение транспортных средств задним ходом. Как отметил в своем докладе Леонид Николаев, вызывает обеспокоенное состояние детского дорожно-транспортного травматизма. По его словам, количество происшествий и пострадавших в них детей увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 7 до 8 случаев. В них пострадало 9 детей. Значит, где-то мы в школах, дома не дорабатываем, если дети по-прежнему становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. В свою очередь, заместитель руководителя профильного ведомства Леона Храпова отметила, что департаментом образования, культуры и спорта введены новые профилактические меры по предупреждению ДТП с участием детей. Это школьные родительские онлайн-собрания, а также собрания в трудовых коллективах с участием представителей окружной госавтоинспекции. В прошлом месяце состоялось 4 собрания, еще столько же запланировано на декабре. Они проводятся для вовлечения родителей в проведение мероприятий по обучению детей основам правил дорожного движения, привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности при перевозках детей в транспортных средствах. Еще одна проблема, которая была озвучена в ходе заседания комиссии недостатки зимнего содержания автодорог. Нарушение обязательных требований к оплатационному состоянию автодорог по условиям обеспечения безопасности дорожных выявлено у нас при оформлении 16 происшествий, что составило на 23% больше, чем в 2018 году. В указанном происшествии, где мы установили недостатки дорожных, недостатки дорожных составляющих, у нас пострадали 20 человек. В прошлом году у нас в 13 происшествиях зафиксированы недостатки транспортного состояния, где у нас 2 погибших и 12 пострадавших. Около половины МДУ, это недостатки дорожных условий, это 41%, выявлено на местах происшествий, нарушение обязательных составило недостатки зимнего содержания автодорог. 18% недостатков отсутствия или плохое различение с горизонтальной дорожной разметки и 9% это отсутствие тротуара пешеходных дорожных. В Ненецком округе установят льготный тариф для населения по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект на заседание администрации округа представила замгубернатора и руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. Льготный тариф устанавливается в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую общероссийскую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает, что с этого момента за всю технологическую цепочку обращения с ТКО от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будут отвечать региональные операторы. Восстановление регулируемого льготного тарифа вызвано необходимостью ограничить рост расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в структуре потребительских расходов, в первую очередь в сельских населенных пунктах. Как пояснила Татьяна Лагвиненко, льготный тариф для населения в области обращения с ТКО будет установлен на уровне ниже экономически обоснованного предельного тарифа на услуги региональных операторов. Льготные тарифы предлагаем на уровне 139,65 рублей, или как 140 рублей, как сейчас оно было. Прочие потребители, значит, будет прогнозный размер платежа, по ним будет зависеть от нормативного или фактического объема накопления от такого и прогнозируемого тарифа. Значит, региональным оператором первой зоны заявлен уровень единого тарифа в размере 2154 рубля за кубический метр. На сегодня проводится экспортирование предложений и прогнозный уровень установления тарифа будет где-то 1200 рублей с кубического метра без НДС. Значит, при установлении тарифа 630 рублей за куб, прогнозный размер, будет где-то вот составлять во второй зоне 60 рублей 90 копеек. Это 70 рублей в два раза меньше, чем в городе, считывая то, что на селе у нас тарифа на сегодня нет. Нам надо быть очень аккуратными, чтобы не допустить резкого роста тарифа, в первую очередь для населения, но и для прочих потребителей тоже. Поэтому я здесь попрошу вместе с нашим комитетом управления по тарифам и департаменту, и департаменту строительства вместе еще поработать. С законопроектом о льготах по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого округа также предусмотрено предоставление субсидий за счет средств окружного бюджета для компенсации выпадающих доходов региональных операторов в связи с установлением льготных тарифов для населения. Напомню, Наринмар, поселок Искатели, Красное и село Тельвиска вошли в зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать муниципальное предприятие Заполярного района Северожилкомсервис. Получить лекарственные препараты жителям сел станет проще. Поправки в окружной закон, касающийся обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения рассмотрели парламентария региона на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Окружной закон проводится в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В нем закреплено, что отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи могут быть возложены на акушерку. В действующей редакции окружного закона такие функциональные обязанности возложены на врача и фельдшера. То есть не предусмотрена возможность возложения назначений и применения лекарственных препаратов акушерки. Рассматриваем проекты закона, внесение изменений в закон округа предлагается устранить этот пробел и наделить этими полномочиями. И мы тогда эту проблему, которая сегодня существует, закроем и узаконим возможность назначения и выписки лекарственных препаратов на селе данными категориями медицинских работников. Доработанный проект закона с учетом замечаний экспертно-правового управления аппарата собрания депутатов Денинского округа вынесут на рассмотрение сессии регионального парламента, которая состоится 19 декабря. При обсуждении этого законопроекта депутат Матвеич Упров обозначил проблему, о которой не раз говорили жители сельских населенных пунктов. Речь идет о получении льготных лекарств. Как отмечают сельские жители, в аптеках могут не выдавать лекарства, если они не приобретены в рамках государственного контракта. При этом они есть в наличии в аптечном фонде. Депутат обратил внимание представителей профильного ведомства, чтобы в сельских аптеках предусмотрели взаимозаменяемость лекарственных препаратов и своевременное обеспечение ими жителей села. Как заверили представители департамента, в настоящее время отрегулирована работа выписки рецептов в электронном виде, поэтому они должны своевременно поступать в аптечные сети поселений для предварительного формирования заявок на лекарства. И в продолжении выпуска анонс событий на предстоящие выходные. Смастерить подарок, открытку, эксклюзивный аксессуар – это и многое другое жители и гости окружной столицы смогут сделать в гостиной-мастерской «Дом Нового года». Мероприятие состоится уже в эту субботу, 14 декабря, во Дворце культуры Арктика. Мастерская откроет свои двери с 11 до 15 часов. В этот день в фойе окружного этнокультурного центра будет работать интерактивная площадка «Издательский дом Печков и компания», где каждый сможет изготовить самодельную печатную продукцию по произведениям Алексея Печкова. Семейная студия «Берегиня» организует акцию «Открытка доброты», где можно будет вместе с ее участниками смастерить открытки для жителей Пустозерского дома-интерната. Также гостей ожидает игровая программа «Зимние забавы». Студия «Аквагрима», «Народное голосование», «На лучший новогодний стол», «Фотозоны» и «Новогодняя ярмарка» сделана в НАО, подготовленная Центром развития бизнеса НАО. С 12 часов начнется показ дефиле детских самодеятельных новогодних костюмов «Новогодний карнавал». В 13 часов все желающие могут поучаствовать в благотворительном аукционе «Сундучок для Вареньки» и приобрести изделия ручной работы мастеров округа. Весь сбор от продажи будет передан семье Варе Журавлевой. В субботу, 14 декабря, в поселке Искателей состоится торжественное открытие новогодней елки. На главной площади муниципального образования в 12 часов начнется игровая программа «Время новогодних чудес». На время проведения праздника до 13.30 будет введен временный запрет на движение транспортных средств. Кроме муниципальных автобусов, выполняющих рейсовые маршруты по проезду от улицы Губкина до улицы Нефтяников, на участке от улицы Губкина до улицы Геологов, а также по улице Губкина от пересечения с переулком Школьный до дома 18 по улице Губкина. Торжественная церемония зажжения огней на главной городской елке пройдет в воскресенье 15 декабря на площади Марацей в 11 часов. Гостей праздника ждет игровая интерактивная программа «Зажжем огни на елке вместе». Флэш-моб, конкурсы, игры, хороводы вокруг елки, катание на лошадях по улицам Смедовича и выступление детских коллективов «Конфетти» и «Карамель». Игрушки нескольких поколений объединила выставка, которая в эти дни представлена в Центре декоративно-прикладного творчества. По словам организаторов выставки, сотрудников окружного этнокультурного центра, здесь найдут интересные для себя люди абсолютно любых возрастов. Взрослые вспомнят о своем детстве, а дети увидят игрушки своих мам и пап, бабушек и дедушек. У каждого экспоната новой выставки есть своя история. Сотрудники Центра декоративно-прикладного творчества расскажут, как менялись игрушки со временем. От деревянных кубиков до современных конструкторов. Покажут, чем играли дети в тундре и на селе. Наряду с традиционными славянскими, ненинскими и коми-игрушками на выставке представлены и более современные игрушки. Оформлена новогодняя елка с винтажными украшениями и Дедом Морозом. Все желающие смогут сфотографироваться в более чем пяти фотозонах. Выставка будет работать до 1 февраля. И к этому часу у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.